В Ненецком округе продолжает действовать федеральная программа «Земский доктор». В этом году в регион по этой программе приехали два специалиста. Еще один приступит к работе в ноябре. Согласно программе, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность врачам предоставляется единовременная компенсационная выплата в 1 миллион рублей. При этом она не облагается налогом. Какие еще меры поддержки действуют для привлечения специалистов, расскажет Александра Литкова. В федеральной программе «Земский доктор» Ненецкий округ участвует с 2015 года. Медики приехали не только в Наринмар, но и в отдаленные Харивер, Тошвицку и другие поселения. В рамках федеральной программы врачам выплачено по 1 миллиону рублей подъемных, фельдшерам по 500 тысяч. Изначально программа направлена на то, чтобы привлечь в сферу здравоохранения специалистов наиболее дефицитных и востребованных специальностей. Это специалисты, которые должны работать в первичной системе здравоохранения, плюс в сельско-населенных пунктах. Это врачи, заведующие фельдшерскими пунктами, фельдшера, которые будут работать на ФАПах, и фельдшера, которые работают на скорой медицинской помощи. То есть там достаточно ограниченный перечень, какого можно привлечь по данной программе. Но учитывая, что у нас регион испытывает дефицит именно в первичном звене, то есть у нас программа этого стребована и реализуется. Ежегодно на реализацию федеральной программы окружной бюджет получает субсидию на условиях софинансирования. Такие условия определены соглашением между Министерством здравоохранения и администрацией региона. В этом году общая сумма выплат медицинским работникам, которые переехали в округ, составляет 3 миллиона рублей. Кроме того, приезжим специалистам предусмотрены и другие меры соцподдержки. У нас специалисты, которые приезжают в регион, им компенсируются затраты, которые связаны с наймом жилья, либо предоставляется служебное жилье, в зависимости от того, есть он в наличии на сегодняшний день или нет. Компенсируются затраты на коммунальные услуги тем медикам, которые работают в сельской местности. Реализуются полностью все меры, которые предусмотрены для сотрудников, работающих на храньем севере. То есть это оплачиваемый период времени на переезд, провоз багажа и перевоз своей семьи. Докторам, которые приезжают с других территорий, устанавливаются северные надбавки. Устанавливается 30% к окладу, если специалист относится к категории молодые специалисты. Но проблема дефицита кадров еще не решена. На Ренмару не хватает узких специалистов. Селам нужны врачи общей практики. Поэтому в Ненецком округе решили применить дополнительные региональные меры к федеральной программе «Земский доктор». Из окружного бюджета сельским врачам выплатят миллион рублей, городским – 500 тысяч. Для фельдшеров, соответственно, 500 и 250 тысяч рублей. Благодаря данной поддержке только в этом году в регион приехало 13 медиков. В их числе врач общей практики, которая приступила к работе в амбулатории поселка Красное в сентябре. Хотелось бы отметить, что ее сразу обеспечили жильем. Жилье комфортное, то есть вода есть, душ, унитаз, все необходимое. Также мебелью снабдили. Раньше такого, конечно, не было. Изменилось отношение к медицинским работникам. На сегодняшний день амбулатория поселка полностью укомплектована специалистами. В том числе здесь появился врач-стоматолог, которого в Красном ждали больше всего. Очень замечательно, что приехал. Я думаю, на постоянную основу он сюда приехал. Потому что добираться до города кому-то проблематично. Да и не всегда у нас в дороге. Сейчас есть такая возможность, каждый день можно обратиться за помощью. Сами знаете, да, как зубная острая боль может издействовать на наш организм человека. И при этом надо ехать в город. А когда есть человек на месте, это же хорошо. Не каждое сельское муниципальное образование на Крайнем Севере может похвастаться укомплектованностью кадров в местных учреждениях здравоохранения. Но следует сказать, что медицинская помощь в настоящее время оказывается в округе повсеместно. Даже в самых отдаленных населенных пунктах, таких как Шойна. Я родилась в НИСИ. Здесь работаю третий год. Изначально работала два месяца в НИСИ. Училась в Архангельске, в медицинском колледже. В Архангельском. Закончила три года назад, получается, уже. И переехала сюда. Ещё один способ пополнить медицинские учреждения округа узкими специалистами – целевое обучение студентов, при котором подписываются трёхсторонние договоры на обучение с высшим учебным заведением и будущим работодателем. При этом договор о целевом обучении предусматривает и обязательства со стороны студента. В частности, отработать не менее трёх лет в учреждении, с которым заключён договор. За последние 10 лет на целевые места от региона поступил 81 человек. Вернулись 30 молодых специалистов, обучавшихся в СГМУ. 18 человек после окончания вуза не вернулись в регион. Такие студенты обязаны полностью компенсировать затраты на своё обучение. Если специалист уезжает на целевое обучение и не возвращается, он полностью оплачивает всё своё обучение. То есть это несколько миллионов. И плюс все те меры соцподдержки, которые мы оказывались на период обучения, они у нас тоже заложены. То есть это и наим-жилья, если студенту не предоставлено общежитие, проезд к месту прохождения практики туда и обратно два раза в год. И плюс стипендия по итогам успеваемости. На сегодняшний день обучение за счёт средств федерального бюджета по целевому направлению от Ненецкого округа в Северном государственном медицинском университете проходит 32 студента.